МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы ведете работу с несовершеннолетними, следите за профилактикой преступности среди несовершеннолетних. Расскажите о работе вашего подразделения в целом, что входит в ваши обязанности? Сотрудниками следственного управления УМВД России и Паризанской области курируется несколько направлений при расследовании уголовных дел, в том числе и расследовании уголовных дел по линии несовершеннолетних. Нами ведется учет статистики преступленностей несовершеннолетних, в том числе и результативность расследования уголовных дел данной категории. По сведениям УМВД России по Паризанской области, за 5 месяцев текущего года зарегистрировано 108 преступлений по разным линиям, совершенным несовершеннолетними. Данный показатель улучшился в сравнении с аналогичным периодом в прошлого года, когда было зарегистрировано 129 преступлений. Вместе с тем нагрузка на следователей УМВД возросла в данный период, и в текущем году находилось в производстве следователей 110 уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. То есть у нас динамика положительная, можно сказать, работа у вас идет активная. Сейчас скажите, пожалуйста, простыми словами, чтобы зрители поняли, что входит в ваши обязанности, какую работу вы ведете с несовершеннолетними и, собственно, с их родителями? В силу специфики расследования данных уголовных дел следователю приходится обеспечивать участие в производстве следственных действий не только несовершеннолетних подозреваемых, потерпевших или свидетелей, а также участие их в законных представителей, в исключительных случаях педагогов или психологов. В обязательном порядке привлекается для участия в производстве следственных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых защитных. Таким образом, при производстве некоторых следственных действий следователю приходится обеспечивать участие и достигать психологического контакта с его семьей, а то и более лицами. В связи с чем за расследованием уголовных дел данной категории установлен особый контроль и, соответственно, поручается их расследование лицам, обладающим достаточными знаниями и опытом работы. В ходе расследования уголовного дела проводится и профилактическая работа с участниками уголовного процесса, в частности, с родителями, с самими несовершеннолетними лицами, совершившими преступления. Им разъясняется и уголовная ответственность за преступления, которые совершил несовершеннолетний, а также разъясняется уголовная ответственность за иные виды преступлений. Кроме того, проводится профилактическая работа в учебных заведениях, в тех которых, возможно, обучался подозреваемый на момент совершения преступления, в целом или их предотвращение совершения преступления иными учащимися данных учебных заведений. В рамках расследования уголовного дела следователь выясняет обстоятельства, способствующие совершению преступления, и вносит должностному лицу или в адрес организации представление об устранении данных нарушений. Самостоятельно, либо с участием иных сотрудников органов внутренних дел следователь проводит профилактические занятия в учебных заведениях, в иных общественных организациях. Наиболее часто встречающий состав преступлений, совершенных несовершеннолетними, являются кражи, грабежи, угоны транспортных средств. В летний период сейчас в большей степени ответственность по воспитанию, контролю за поведением несовершеннолетних ложится, естественно, на родителей, поскольку учебные заведения в большинстве своим не работают. В связи с чем, подросток, предоставленный самому себе без достаточного контроля со стороны взрослого лица, может совершать правонарушения и преступления. На примере одного из уголовных дел, находившихся в производстве отдела номер 4 по обслуживанию Московского района следственного управления УМВД по городу Рязани, могу сообщить, что в период с мая по сентябрь прошлого года подросток, находясь без достаточного контроля со стороны взрослых лиц, на территории Московского района совершил ряд краж велосипедов, которые хранились собственниками в подъездах жилых домов. Данные велосипеды подросток сбывал неустановленным лицам, денежные средства тратил по своему усмотрению. По приговору Московского районного суда города Рязани данному подростку было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако подросток на путь исправления не встал, в текущем году вновь совершил преступление аналогичного характера, в связи с чем в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении указанного подростка на территории, совершившего преступление на территории Московского и Советского района города Рязани. Я так понимаю, вот таких ребят хватает у нас в городе, да? В таких тяжелых случаях? Достаточно много подростков, находящихся без достаточного контроля со стороны родителей, совершают преступление именно в летний период, ввиду незанятости какими-то конкретными делами. В связи с чем хотелось бы обратить внимание родителей на то, что необходимо проводить самостоятельно и профилактическую работу, и в части предотвращения преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а также, соответственно, о соблюдении правил поведения на дорогах, правил поведения на водоемах, и, кроме того, соблюдение требований комендантского часа. Может быть, вы ходите по каким-то, скажем, образно сложным семьям? Не ходим. Это не наша работа. Это работа уже органа дознания. То есть этим занимают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Соответственно, мы в рамках расследования уголовного дела и изучения личности подозреваемых, обвиняемых, даем необходимую информацию сотрудникам иных служб, либо участковым полномоченным полиции, либо сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, которые, опираясь на нашу информацию, проводят профилактическую работу, более тщательную с семьями несовершеннолетних подозреваемых. В необходимых случаях привлекают взрослых лиц к административной ответственности. В случае получения негативной информации в отношении лица, который привлекается в рамках уголовного дела к уголовной ответственности, предоставляет нам информацию, на основании которой мы принимаем решение об обоснованности избрания той или иной меры пресечения в отношении несовершеннолетнего. То есть вот в этом и заключается ваше взаимодействие с ЭПДМ? Взаимодействие, да, с подразделением по делам несовершеннолетних у нас заключается именно в совместном сборе качественного и быстром сборе качественного материала, характеризующего и личность несовершеннолетнего, и личность его окружения, поскольку зачастую взрослые лица, окружающие несовершеннолетних, могут способствовать или вовлекать его в совершении преступления. Так вот, следственными подразделениями Рязанской области в текущем году окончено в суд 6 уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотрено статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Подозреваемыми по данным уголовным делам являлись ранее знакомые взрослые лица, с которыми подросток поддерживал давно отношения, в связи с чем взрослые и несовершеннолетние подозреваемые были осведомлены о возрасте друг друга. Мы тесно взаимодействуем и с сотрудниками уголовного розыска, и с участковым полномочным полицией, и на стадии сбора материала, характеризующего на стадии доследственной проверки, и в ходе расследования уголовного дела. И уже по результатам расследования уголовного дела, также необходимым службам, мы сообщаем информацию о лицах, привлеченных к уголовной ответственности, о той информации, которая дополнительно была получена в рамках расследования уголовного дела, что позволяет также осуществлять с ними профилактическую работу после окончания уголовного дела и направления его в суд. Надежда Викторовна, ну и все-таки какое-то пожелание родителям и небольшую справку, чтобы они были в курсе, к чему быть готовыми в случае какой-то оплошности со стороны их чада. Уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс предусматривают особый порядок рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Оба кодекса регулируют возраст участников уголовного процесса и, соответственно, необходимые требования, предъявляемые при производстве следственных действий с ними. В частности, хотелось бы обратить внимание на то, что уголовный кодекс предусматривает наступление уголовной ответственности с 16 лет, а по отдельным видам преступлений с 14 лет, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья, кражи, грабежи, разбои, угоны автомобилей и транспортных средств, а также иные виды преступлений. В связи с чем, внимание родителей необходимо обратить на то, каким образом обустроен досуг несовершеннолетних и контролировать окружение несовершеннолетних в целях предотвращения противоправных деяний с их стороны. Спасибо большое, что делаете свою работу. Дети наши – все, за ними нужно следить. Вы делаете огромную работу, это огромный труд. Спасибо вам, что пришли к нам в гости и за интересную беседу. Спасибо вам. Надеюсь, что с родителями несовершеннолетних мы будем встречаться исключительно в профилактических целях. Того же вам и пожелаю. Это была программа «Семь минут», и мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин